Добрый вечер. Наконец-то мой любимый день недели, когда я не один в студии. Со мной сегодня Андрей Паншин, человек, который по Индии проехал 5000 километров. Индия вообще страна грандиозная, там есть куда заехать, там много любопытного, но несмотря на ее площадь, обилие людей и возможности потеряться по пути, 5000 это много даже для Индии. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос первый. А почему вас не съели-то в Индии? Там страна такая, что под румяной корочкой туриста это же только на раз. Нет, вы знаете, они относятся к бледнолицам довольно спокойно. Хороший соус для бледнолицого и отлично пойдет. У меня были эпизоды, когда люди потом опоздало понимали, что их на самом деле ввели на пирожки. Ну, может быть, так и было, но тем не менее нас не съели. За две поездки, одна из них состоялась в феврале, и мы проехали почти весь штат Тараджастан, а вторая вот в ноябре прошедшего года, 13-го. И тоже мы проехали по Тараджастан, но покороче. Тем не менее, нас не съели. А сколько у вас было? В первой поездке нас было 7 человек вместе со мной. Крепких русских мужиков, которые... Нет, вы что, наоборот, наоборот. В первой поездке я был один мужчина на шестерых теток. В возрасте тетки, дай бог не соврать, ну, лет от 45, наверное, и до 70. Ну, как показывает практика изнасилований, это индусов никогда не останавливало. Вот вчерашние события, там как раз поймали, по-моему, норвежку или шведку, и 54 года было. 8 индусов, нормально? Ну, она, наверное, из Норвеги, она лучше сохранилась, чем наша-то. Вот. Вот так вот. Блин, на лице все равно хорошо. Итого, но вы в Индию поехали не для того, чтобы индусов пугать? Нет, нет. У нас была благородная цель познакомиться с достопримечательностями, с древностями штата Раджиастан. Штат в Индии самый богатый на древности. Там сосредоточено порядка 80% всех памятников культуры древней индийской. И мы проехали в первый раз в феврале около 3000 верст по нему. Причем, вот интересная вещь, у нас от города до города в России. Ну, где-то вот, ну, от старых. От старого города до старого города 50-60 километров. Мы знаем, что это дневной переход лошади, там, вот, что-то в этом духе. Там от Переславля до Ростова 50-60, от Ростова до Ярославля то же самое. В Индии все сложнее гораздо. Там от приличного города до приличного города 250-300. Никак не мог понять, почему. А после того, как мы проехали по пустыне еще и на верблюдах, кто понял, что это недельный переход верблюда, наверное. То есть, вот, все дороги разбиты на такие пропорциональные участки. 250-300 километров. За неделю верблюд без остановки, может двигаться. Ну, вот, двигается и двигается. От оазиса к оазису. Ну, и цель была, вот, посетить, посмотреть, познакомиться. Ну, а мы всю эту цель достигли, как говорится. И в первый раз, и во второй. Просто во второй раз нас было побольше. И было уже два мужчины. Я был не одинок. Все-таки так веселее. Ну, и тоже женщина, тоже уже женщина старше среднего возраста. Это имеет отношение к туризму или, собственно, к любознательности? Нет, это имеет отношение к любознательности. Это была не туристическая поездка. Туристы из России, как нам сказали индийские друзья наши, они прилетают в Дели, едут по треугольнику, по золотому треугольнику Дели, Агра, Джайпур. Опять в Дели. Или из Джайпура сразу летают на Гоа. Там плавают в море. И с Гоа уже домой. Нет. Мы забирались в Раджиастане, в такие места, где туристов не только русских. Европейцев-то было мало. В гостинице, скажем, в Беканере, наверное, европейцев было трое-четверо. И нас было семеро. Вот и равняйте. А гостиница была рассчитана на появление бледнолицых? Да, да. Нет, они ждут. Они ждут, но, тем не менее, там нечасто посещаемые места, особенно в глубинке. То есть, вот где-то 500 километров от Дели, это уже глухие края, и там толп туристов просто не видно. А глушь по-индийски как выглядит? Как она выглядит по-русски, мы знаем. Ну, глушь по-индийски, что касается дорог, то это лучше, чем глушь по-русски. То есть, у них все-таки дороги ровнее. Я понимаю, что и камня там больше, но и у нас камня хватает. Ну, тяжелое колониальное наследие все-таки. Да, дороги им, конечно, помогли построить англичане, но то, что они их поддерживают в хорошем состоянии, это вне всякого сомнения. Вот. И таких дорог, как у нас, за 500 верст от Москвы, там не встретишь. Ну, так у них и немцев не было, а у нас-то приходили, бомбили. Так давно же. У них 50 лет назад англичане ушли, и они в свободном плавании. Казалось бы, все могли уже тоже разбомбить. Каждый хранит то, что ему близко. Мы храним воронки на дорогах от немцев, а они хранят... Они хранят дороги. Они хранят сами дороги. Вот. Ну вот, глушь по-индийски это неплохие дороги. В общем-то, достаточно приличные гостиницы. Со всеми удобствами. Хотя мы берем в таких поездках, мы берем не самый дорогой вариант, чтобы все-таки было подешевле. Там 2-3 звезды. И это уже хватает. Ну, полторы-две, одна... Нет, одна, одна нет. А 2-3 вполне. Попадаешь иногда в такие оазисы, что век бы там жил. Только бы кто-нибудь деньги подтаскивал. Это другая проблема? Вы туда не за этим ездили? Нет, нет, конечно. Вызов впечатлений. Да мы и не ждали, собственно говоря. И по этим дорогам как часто встречаются заправки? Что там с сотовой связью? Сотовая связь там везде. GSM? GSM. Причем там столько сотовых операторов, что устанешь выбирать. И номера, если у нас мобильный номер, сколько, десятизначный, у них, наверное, знаков 15. То есть полтора миллиарда индусов, индийцев, если правильно. Да, если правильно, то индийцы. Индус на самом деле это раскопительное название. Да, это верующие, это принадлежность к вере. Те индуисты. Да. А индус это слово ругательное. Ну, то ни туда, ни сюда. Вот, короче, индийцы, их полтора миллиона, полтора миллиарда. Ну, никто толком не знает. Ну, много. Я вам скажу, много. Больше миллиарда. Много. И у них нет проблем со связью. То есть у каждого один-два телефона в кармане. На бедренной повязке? Нет, по-всякому. Вот. По крайней мере, у водителя автобуса у нашего было точно два телефона. Потому что по одному он разговаривал с Дэли, по другому он разговаривал, видимо, со своей роднёй, которая где-то живёт. Ну, у многих живёт родня, да, в деревне. И слово «деревня» в данном случае ругательное? Нет. Не ругательное. Они много занимаются сельским хозяйством. То есть это как бы, ну, ферма, не ферма, я не знаю, поселение. Поселение, вокруг которого поля. Причём у них поля, в отличие от наших, возделано всё. Или возделано, или готовится под возделывание. То есть там как-то оно выравнивается, расчищается. Дело в том, что штат Раджастан, он частично занят пустыней. Пустыней совершенно безжизненной. Пустыня Тар – самая сухая пустыня в мире, в отличие от Сахары. Ну, а такам это тоже, в общем? Ну, много пустынь. Короче, сухая пустыня, песка много. Другой раз даже песок переметает дорогу. Вот как у нас снег зимы. Да, там песочек дорожку переметает. Ну, скребков не видел. Ну, как-то вот убирают его. Вот. И несмотря на то, что рядом пустыня, лишь бы был клочок земли, на нём будет расти горчица, на нём будет расти тростник, что угодно. Ну, расти будет обязательно. Козы пасутся? Козы, свиньи, верблюд. Да, кстати, вот если касаться, значит, провинции, глубинки индийской, то там, конечно, много присутствует всякой живности, на дорогах причём. Ну, вы знаете, что корова, священные животные, все знают. Вот. И вот это большая проблема. Лежит корова посреди дороги, и водитель, ну, ничто не может сделать. Ну, справа кювет, слева встречка, там машины идут. Сигналит. Ну, тем не менее, вот. Пока не получится её объехать как-то. А она лежит. Ей дела нет. А прикоснуться? А прикоснуться нельзя. То есть наш русский пентель... Даже вот веточкой нельзя её погнать. Посигналить там, помахать. Ну, никак, ничего другого. Рассказать всё, что про неё думаешь. Да, всё, что думаешь, рассказать. Ну, кстати, они очень молчаливые. Индийские водители, если вот с нашими сравнивать, которые, может, запали, высунуться из окна и всё тебе сказать, нет, тут всё спокойно, взвешено. Я не знаю, может, они внутри переживают. А погудеть? Погудеть это само собой. Погудеть, гудки, это... Мы просто с вами живём в тишине. У них гудят все. И чем громче, тем лучше по любому поводу. Ну, эмоции, собственно, уходят туда. Ну, наверное, да. Да, да. Обгоняем, гудим, перестраиваемся, гудим. Хотим, чтобы нас пропустили, гудим. То есть по любому поводу. Если не пропустили, тем более гудим. А если не пропустили, само собой. Вот. На грузовиках там, наоборот, даже написано сзади, гуди громче. Ну, потому что грузовик у этого довольно много лет. И он в удивительном техническом состоянии. Естественно, да, конечно. Поэтому нужно достучаться, докричаться, догудеться. Да, именно так. Перерыв на новости, потом продолжим ездить по Индии. Андрей Паншин. Пять тысяч километров по Индии. Мы вот как раз только что по Раджистану туда-сюда промчались пару раз. Вот теперь начинаются подробности. Итого, дороги нормальные, деревни не пугающие, любая территория возделываема. Сотовых операторов столько, что они как бананы свешиваются с каждой пальмы, только успевай выбрать себе. Именно так. Корову не трожь. На чем вы ехали по Индии? Первый раз мы ехали на микроавтобусе типа нашей газельки. Назывался он Форс. Я думаю, что это произведение Таты. Ну, не шедевр, но, тем не менее, кондиционер есть. Ход достаточно плавный. Кресло там можно было, видимо, поставить как угодно. И поэтому вот в этом автобусе, в котором мы ехали, в этом Форсе, там было как раз на нас. Нас было семеро, кресел было девять. Причем они откладывались до полулежачего состояния. Довольно комфортно. На дальнюю дорогу. Да, на дальнюю дорогу. Ездят они не быстро, то есть они не летают, как наши. Я думаю, что наши бы на таком автобусе, ну, за сотню бы запросто. Вот. Индийские водители как-то больше придерживаются правил. Ну, 80-90, я думаю, это максимум. Причем дороги позволяют. А полиции? А полиции вообще очень мало. Полиции мало. Мы ее видели только в больших городах, только в Дели. На въезде Джайпур, столицу Раджиастана, нас остановили один-единственный раз для того, чтобы проверить у водителя автобуса документы. И никаких видеокамер, никаких засад в кустах с видеорегистратором. То есть такого не было. Скорее, даже не полиция, а армия присутствует на дороге. То есть она посматривает. Мы несколько раз видели, что машины останавливают легковые для досмотра. Там что-то ищут в багажнике. Но автобус с туристами — это священная корова. Вот нас один-единственный раз остановили. И больше ни разу. И тут для того, чтобы посмотреть, какой водитель, насколько он был. Причем водитель был вот как раз очень молодой. И я так удивился, думаю, может, у него права только недавно. А потом понял, что нет, молодой, но достаточно опытный. Он так уверенно вел машину. И второй раз мы путешествовали на более крупном автобусе. Ну, пожалуй, поменьше, чем наш пазик. Там было уже порядка 15 мест. Пол автобуса у нас было свободно. У нас было 9. Автобус побольше. Стоишь в салоне в полный рост. Сверху полочки. Но это уже была тата. Причем дизельные машины все были дизельные. И когда я первый раз путешествовал по Индии даже, это было в 11-м году, мы сели в легковую машину, поехали по золотому треугольнику. И когда нам водитель сказал, что это вот крохотная машинешка, она на дизеле, я говорю, никогда бы не сказал. Не слышно дизеля ни по запаху, ни по звуку, никак. Но это было что-то, наверное, уже постяпонское. Наверное. Я думаю, что это было по мотивам каких-то японских двигателей. Ну, просто фантастика. И когда стоишь сзади дизельного автобуса, у него работает двигатель, запаха, выхлопа не чувствуешь. Уж не евро или пять подкрался к Индии? Не знаю, честно, какой у них евро разговор о топливе, которым они пользуются. Вообще, нас поставил большой тупик. Мы вот в последний раз спросили, а вот почему на заправке, на всех заправках, ну, две-три колонки. На одной написано бензин, на второй написано дизель. Иногда есть третья колонка, на которой написано бензин эко. Типа в натуре. Типа в натуре, да. Нам гид говорит, ну как, вот бензин, это бензин, а это вот дизель, вот автобус на дизеле, вот мотоцикл на бензине. Мы говорим, а бензин какой марки? А что такое марка бензин? Ну, октановое число. А что такое октановое число? То есть они этого не знают. Вот есть бензин, это бензин. Есть дистопливо, это дистопливо. Корм для мужчин, корм для женщин, одна банка. Да, вот и все, больше ничего. Ну, вот есть, говорит, еще эко, но это очень хороший бензин, очень, но дорогой. Причем, что интересно, у них соотношение цены дистоплива и бензина, конечно, лучше, чем у нас. Дизель-то подешевле будет? Дизель подешевле, да. Может, потому что у них лукойлы нет? Да, скорее всего. И Роснефть. И Роснефть. И вообще, вот как-то более у них как-то гуманно относятся. А соотношение цен-то по стоимости, насколько это все... Ну, вот, там, где я запомнил, это было, значит, дистопливо в переводе на рубли стоило порядка 25 рублей за литр. И бензин, ну, чуть больше 30, 31, может быть, 30-31 рубль за литр. Ну, это близко нам и понятно. В общем-то, это понятные соотношения. И хочется, после этого хочется ездить на дизеле. Хочется. Во всем мире, вот именно после этого хочется ездить на дизеле, а у нас как-то даже еще и стремно, ко всему прочему. Стремно, да. И ведь не знаешь, что тебе туда наплещут. Ой, наплещут. А Василий Алибабаевич, он по всей упору национальный герой. И как индусы, вообще индийцы, ездят вот в этом своем автопарке, и ведь у них же там еще и двухколесное что-то обязательно должно быть. Ой, у них и двухколесное. И четырехногая. И хвоста-то, и хабота-то, все там есть. И все это движется? Все движется. И на улице запросто можно встретить и верблюдов в повозках, и верблюдах просто пешочком. С катафотами? Нет. Хвостик у них привязан так к дну. Я не знаю, почему у них хвостик привязывают на сторону, на дну. Он у них не свободно болтается. Седло он привязан, короче. Что, хоть как-то управлять животным? Потому что верблюдом управлять-то очень сложно. Я вообще не понял, как они верблюдами управляют. Вот когда мы ездили на верблюдах по пустыне Тара, его просто вел погонщик под узцы. Причем у нас погонщик был. Мы с сестрой сидели, с Натальей, на одном верблюде. И мальчишка, мы последние садились на верблюда. Всех посадили, отправили, сами последние. И нам достался погонщик лет десяти, наверное. Мы говорим, ну и что. Мальчишки самого смирного дадут верблюда. Ну и что, проехали туда-обратно. Встает он, конечно, сложно. А так на дороге. Мопеды, мотоциклы, мотороллеры. Это все двухколесные. Ну, велосипеды, само собой. А рикши? Рикши, рикши-вело. Рикши, которые мото-рикши, это у них называется тук-тук. Ну, по звуку мотора. Причем тук-туков очень много разных. Есть двухместные, трехместные, есть десятиместные. Утром, когда это вот все движется, на тук-туках висит, наверное, человек по пятнадцать. Народу. Там они как гроздьями. И он тянет, он тук-тук и тянет. Вот. Ну и, соответственно, легковая техника. Это все, легковые автомобили, грузовики, автобусы. И те самые автобусы, про которые мы иногда слышим о случившемся несчастье. Упал в пропасть, и 800 человек погибло, и еще 700 ранено. Потому что все они ехали. Кто-то на крыше, кто-то третьим этажом, кто-то восьмым. Иногда встречаются машины без кузова. То есть едет шасси, на нем стоит мотор, сиденье водителя, руль. Ну и там, где рама, там какое-то барахло лежит. Какая простота. Это вообще просто фантастика. Иногда не хватает времени просто камеру включить. Или думаешь, ну не выключать бы ее. Но она сама выключается, не уловишь момент. Ну а тормозить, остановить, чтобы я сейчас снял, тоже не всегда получается. Обычно не получается. Тем более, что все это движется, шевелится, меняет направление, гудит, свистит, хрюкает. Езда в Индии, она сложна. Будем так говорить. Сложна, потому что, во-первых, она левосторонняя. И для нас это вообще дурдом. Когда садишься на передней сиденье, думаешь, боже, куда я попал. Я всегда садился назад, чтобы смотреть только в боковое окно. Ну и, конечно, они ездят своеобразно. Светофоры там есть для украшения улиц? Очень немного, но есть. Причем светофоры там так устроены. Они не для пешеходов, только для водителей. Там нету... И у них вот это, чтобы пропустить пешехода на поворот... В стране, в которой полтора миллиарда, пешехода пропускать? Да ну что вы. Проскочишь, все в порядке. Правда, индийцы, они идут, смело идут через дорогу. Вот он уловит какой-то момент. Вот смело идет, не дрогнувшим лицом. Вот. И даже если водителю необходимо остановиться, он остановится. Он не обругает. Но он экстренно затормозит, остановится, не коснется. И погудит. Погудит обязательно. Само собой, куда лезешь. Точка-тира, точка-тира, три точки. Да, да, да. Ну и, конечно, ездят они... Ездят они... Не знаю, правила есть ли у них, нет ли. Ну, тем не менее, мы за вот 18 дней, 18-19 дней февраля и 12 дней ноября, мы ни одной аварии на дороге с участием двух, там, трех автомобилей не увидели. Уворачиваются. Наверное. Вот мастерство. Вот мастерство. Понимаете? И то ли какое-то чувство есть, то ли они вот, ну, ведут они себя по-другому. Но они же вообще-то все реально неспешные люди. Неспешные. Они во всем неспешные. И поэтому было бы странно всплеск темперамента ощутить за рулем. Ну, тем не менее, вроде ждешь, что это восточный народ, южный народ. Ой, Индия, они же не зря себе, собственно, религию придумали. Наверное. Совершенно такой автокефальнер. А женщины за рулем встречаются? Полно. То есть это норма? Норма. Городская или всей страны? Всей страны? Ну и что? Женщина тоже человек. Женщина тоже человек. Ну, женщины ездят осторожнее-то, во-первых. Во-вторых, женщины чаще бывают за рулем мопеда, мотоцикла, мотороллера. Женщина обязательно будет в шлеме. Женщина обязательно будет показывать повороты. Хотя указатель поворотов – это излишняя роскошь. Да. Боковые зеркала, как правило, тоже роскошь. Ну, вот указатель поворотов. Если кто-то моргает поворотом, все ясно, за рулем женщина. Вот. А так полно. Маневр совпадает с тем, что она показывает? Чаще всего совпадает. Нет, у них женщина в этом строгость какая-то есть, видимо. Все-таки держат в уздя. А в транспортном потоке есть всемирно известная, самая дешевая Тата-нано, к которой мы поклоняемся и говорим, ах, какая машина, какая машина. Вот эта букашка, она там ползает? Тата-нано? Да. Она есть вообще? Я не видел. Говорят, реально существует. Ну, Таты там много, но не нано. Конечно. Половина Индии – это Тата. Да, половина Индии – Тата. Вторая половина – Сузуки. Да, Марутия – Сузуки. Сузуки, да. И немножко Хундай представлен. Ну, там Ай-20, Ай-30. Ай-10? Ай-10. Которые там же и производятся. Да, крохотные. И я так понимаю, что у них все производство автомобилей, ихние собственные. В большинстве случаев, да. Они производят там, на месте, никаких машин, ну, как у нас это, трейлера с машинами, которые едут от границы куда-то вглубь страны, этого просто нет. Есть производственные площадки. Плюс у них есть пара производств за пределами страны, потому что все-таки всемирно известные две чисто индийские фирмы – это Лендровер и Ягуар. Да, да. Ну, пока там бледнолицые на них работают далеко. Ну, вы знаете, вот Ягуар и Лендровера там встретишь крайне редко. А вот что мне удалось встретить в ноябре. Мы были в городе Читаргархе, и там хозяин гостиницы, видимо, увлекается антиквариатом. Вот там мы встретили старые автомобили. У него по гостинице, внутри гостиницы стоят старые радиоприемники, телевизор, всякая такая техника антикварная. А во дворе стоят старые автомобили, в том числе УАЗ. Правда, я издалека подумал, что это ГАЗ-69. Но это был УАЗ. На Шильдике у него был... Ульяновский, но 69-й? Да, 69-й. В этом самом варианте с другим рулем, с правым рулем. Тропики, то есть без крыши, без ничего, все. Это который был двухдверный, двухместный или сладкий? Нет, нормальный. Нормальный, нормальный. Это который А? Да. Я его почему-то знаю, потому что пока в институте учился, мы на таком же ГАЗике ездили на военной кафедре. А такая штуковина, как Хиндустан-амбассадор. А, есть, есть. Тоже ползают? Ползают. Перерыв на новости, подробности после них. Андрей Паншин, 5000 километров по Индии. Хиндустан и амбассадоры ползают, как выяснилось по этой стороне. Ну и правда, как начали производить в середине прошлого века, так до сих пор и не остановились. Да, они у них исполняют чаще всего роль такси. Если видишь черную машинку, даже без шашечек, это такси. Черное в Индии. Ой, какой жизнеутверждающий цвет. Жизнеутверждающий. Я думаю, что особенно на солнышке замечательно. А как там с осадками, бывает? Вы знаете, в пустыне Тар, в самой засушливой пустыне в мире, нас дважды захватила гроза. Мы не попали под нее, но ночью, ночью, одной ночью и второй ночью. Две ночи мы ночевали в Джейсалмире. И обе ночи была сильнейшая гроза. Ну, тем не менее. Самая засушливая. Зима, казалось бы, больше никаких осадков. Вот и все. Две грозы и больше ничего. И все пролетело, и все закончилось. Все пролетело, к утру все было сухо. Ну, улицы помыло зато. У них улицы камнем мощеные, не асфальтом. Мощенные камнем улицы. Очень напоминают пейзаж из фильма «Бриллиантовая рука». Улочки, узенькие улочки, так, под ногами немножко смесь коровьего навоза и там всякого мусора, шкурки от банана и так далее. Вот. Дождик прошел, все смыло. Все замечательно. Все куда-то делось. Все куда-то делось. Было скользко, потом просохло. Нет, оно было не скользко, оно было сухо так вот. Идешь как по коврику. Потом дождик прошел, и уже идешь по камушкам. И опять все хорошо. И опять замечательно. И мимо черная машинка, в которой тепло. Да, машинка, в которой тепло. Мы на такой машинке с Натальей первый раз нас отправляли в аэропорт. Наш друг индийский. Он говорит, я вам вызову такси, не беспокойтесь, будет очень дешево. Думаю, ну, вызовет, вызовет. Вызвал такси, подъезжает. Ой, боже. Ну, сели. Когда сели и поехали, думаю, господи, довез бы их только до аэропорта. Больше ничего от тебя не надо. Только довези. Не развались. Потому что техническое состояние было удручающее? Или потому что общий ужас конструкции? Не, общий ужас конструкции. Мы уже отвыкли от таких машин. Я не знаю, может, 20 лет назад было бы за счастье. На что похоже? На 407-й, на 401-й, на 403-й. На 403-й москвичка. Ну, собственно, ровесник его, по сути. Ужас. Ну, тем не менее, ездят. Причем на улицах Индии, в больших городах. Нету, как таковых, ни стоянок такси, ни голосующих на дороге людей. Там все происходит по телефону. Если тебе нужно такси, звонишь, подъезжает машинка, садишься, поехали, куда. Правда, в Дейли есть некие проблемы. Навигаторов они как бы не пользуются навигаторами. Поэтому навигатор такой. Подъехали к перекрестку, водитель высовывается из окна и спрашивает другого водителя. Как мне проехать туда-то, раз туда-то? Идет некое совещание. Ну, поехали дальше. Вот мы первый раз, когда оказались в Индии, ехали таким образом на свадьбу. Боялись опоздать. На свадьбу, индийскую свадьбу. Нас позвал индийц, позвал на свою свадьбу. Сказал адрес. Больше ничего, как проехать, не сказал. Сказал, я вам вызову такси, такси приедет. Если водителю что-то непонятно, звоните мне. Ну, водитель разговаривает только по-индийски, с ним контакта нет. И ему показали карточку с адресом. Ну, привез, правда. Немножко опоздал, но привез. Пару раз спросил? О, не пару. То есть ехал на ощупь... 22 раза. Брали языка 22 раза. Да. У меня вот как раз в первый раз меня поразило. Думаю, зачем им эти зеркала боковые? У него зеркало, он его поправит, боковой зеркал, ну, рукой поправит. Вот, через пару метров оно у него хлоп и опять упало. Думаю, нафиг он его поправляет? Ведь все равно же не смотрит. Ну, действительно, они зеркалами не пользуются. На большинстве машин зеркала... Вот на автобусе зеркала только для заднего хода. Они зеркалами практически не пользуются. То есть, вот, для перестроения вряд ли. Автомобили чаще всего без боковых зеркал, ну, внутренние есть, этого достаточно. Вот. И в автобусе, когда мы ездили в ноябре, у нас был 9 человек и больший автобус, был штурман, как мы его крестили. Ну, как бы второй водитель, второй пилот, который сидел по левому борту и там, где было узко, он как-то корректировал полет. То есть, поправи, полеви там. Что-то подсказывал водителю, который сидел за рулем. Вот. Ну, а так езда, конечно... А зеркало-то зачем в итоге, которым поправлял каждый день? Я вот и удивился. То есть, отгадка так и не наступила? Отгадка не пришла. Нафига он его поправляет? Привычка такая у человека. Ну, да, наверное, вот выработалась. Ну, ездят они, конечно, весьма странно. Но, тем не менее, видите, вот ДТП не происходит. Хотя едет тот, кто крупнее, я так понимаю, тот, кто крупнее едет вперед. Тот, кто нахальнее едет вперед. И тот, кто бойчее. Ну, очень похоже. Где-то я это уже видел. Да, где-то встречается. Другое дело, что вот там, скажем, перестроение, это не значит, что ты увидишь, что вот машина, которая впереди тебя идет, она хочет куда-то перестроиться. Он просто начинает перестроиться вправо или влево. Ну, а те, кто сзади, ну, ему остается только погудеть и все, больше ничего. Ну, если мужику надо, он едет туда, куда надо. Приветливо сообщить, что я тебя увидел. Да, да. Да, все в порядке. Не успокойся, езжай, езжай. Вот, и очень интересна езда в горах. Потому что мы вот и в первой, и во второй поездке, там через горный перевал была дорожка довольно крутая, с крутыми поворотами. Там, конечно, гудок работает, сигнал работает, не переставай. Потому что, подъезжая к повороту, водитель ничего не видит, ему нужно сообщить о себе. Я здесь, я здесь, тут, 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 тут. А того слышно, которое на встрече есть? И того слышно. Причем, ну, не знаю, с чем это связано, с общим таким менталитетом индийцев. На обгоне они вот, ну, стараются все-таки пропустить. Если человек вылез на обгон, то его пропустят. Все-таки дадут ему завершить. Встречная машина, если она идет навстречу, она притормозит, пропустит. И тот, кого обгонять, тоже пропустит. Вот не будет, вот, не ускоряться, ничего. То есть, вот в этом смысле я на них удивился. Очень адекватные, очень достойно себя ведут вот в этих ситуациях. А вообще, в целом, как люди, они насколько достойно себя ведут? Вы знаете, мне трудно судить. Потому что, все-таки, когда ты говоришь, что ты из России, тебе уже относятся по-другому. Ну, вообще, люди очень адекватные. А мы какое там у них реноме сформировали? Они нас как считают? Они нас уважают. Ну, не сказать, что любят, но уважают. То есть, если говоришь из России, о-о-о, да, о-о, сэр. Из Швеции, о-о-о, из Бонголии, о-о-о. Нет, из Швеции, нет, нет. Они, только единственную проблему мы для них создаем, мы мало говорим по-английски. Да мы вообще не говорим. Мы плохо говорим по-английски. Но, тут есть некий плюс для нас. В чем он заключается? Для индийцев ведь тоже английский язык неродной. И они его тоже так же учат в школе. И точно так же они его не очень любят. И то есть, поговорить с простым народом на нашем языке английском, которым мы владеем, ну, вполне доступно. То есть, завязать такой простецкий диалог, там, кто откуда, у кого сколько детей, где живешь, чем занимаешься, легко. Ну, наше родное, чисто английское, хэндэхо, хаусвайс, если что, всегда до Киева доведет. Все до Киева доводит. И, вот, в общем-то, они относятся к русским неплохо. Помятую, наверное, о том, что Россия, ну, Советский Союз и Россия, много чего делали в Индии. И, видимо, к их необоронке мы имели отношение. Потому что в Джайпуре стоят на... Ну, не в самом Джайпуре, на окраине Джайпура стоят радары, нацеленные на Пакистан. И они все говорят, ой, те радары строили русские. Мы помним, помним. Вы хорошие ребята, мы помним. Это радары русские построили. Да и к этим радарам кое-что прилагается. Ну, естественно, конечно. Привет Советскому Союзу, пакистанским товарищам. Да, да. Вот. Существует в Индии какой-то сервис ощутимый, вот, автомобильный? Вдоль обочин, в виде дилерских центров? Ну, как ближе к городам. А так вообще вся техника... Старая техника ремонтируется на коленке. Кувалдой, конечно. На обочине, кувалдой. Если это старая техника, ну, для нас это было, конечно, удивительно. Потом я понял. Ну, а что старая техника? Она не электроника, что ли? Она же простая, как умывальник. Она же простая, конечно. Что там? Ну, надо... Наш москвич, там, Запорожец, Волга, Победа, ну, чего? Ну, Вилл-130. Конечно. Господи, какая там электроника? Нет, электроники делаем все отверткой, молотком и гаечным ключом. Ну, у нас-то есть еще кое-что добавить на словах. У них-то нету. Естественно. Ну, у них, может, тоже есть. Мы просто не знаем. Потому что это тайный язык. То есть не молитва то, что они шепчут? Нет, не молитва. Ну, тем не менее, дружно ремонтируют. Ну, а поближе к городам, конечно, есть сервисные центры. Их заметно. Брендовые. Там и Тата, и Сузуки, и Хундай. Это все есть. То есть прямо-таки уже непосредственно вот та самая дилерская сеть. Да, да, да. Именно дилерская сеть. Ну, конечно, в глубинке этого не найдешь. Но там, где поближе к цивилизации, это все есть. Это все присутствует. А вот как нас выдрессировали, будто дилерский центр обязательно роскошный, большой и дорогой. Не. Ну, что? Сарайчик? Не сарайчик. Ну, так, ну, не как у нас. Это не здание из стекла и бетона. Ну, может быть, несколько, два, три, может, четыре бокса. Ну, вполне достойно выглядит. Только по обслуживанию или еще по продаже? Я не знаю, как у них... Ну, продажи тоже есть. Продажи рядом. Сервис рядом продажи. Я не знаю, как у них, так сказать, обслуживание, их качество, их обслуживание, потому что нам не приходилось ни в том, ни в другом случае, слава богу. За две поездки на двух автобусах только последний раз оборвался тросик газа. И то уже к концу путешествия в Агре, мы оставались буквально два-три дня до вылета в Москву, мы поняли, что водитель что-то делает рукой, когда едет. То есть они укоротили тросик газа, вывели его в кабину. Пока мы были на экскурсии, мы поняли, что что-то не то. И когда сами расселились в гостиницу, нам водитель сообщил, что у меня тут небольшая проблема. Мы говорим, а что такое-то? Да вот, ну, мы к утру поправим. Ну, поправили, правда, все нормально. Ну, что там тросик газа, господи? Да в Индии-то тросик газа не дайте. Как веревочка. Это веревочка? Ну, в общем, нормальные рукастые ребята. Ну, у меня тоже был у самого такой случай. Я из Москвы выехал на автобусе в Кострому по глубочайшей оттепеле. И в оболочку, видимо, тросика газа попала водичка. В Кострому приехал, там минус пять. Ну, и все. Что делать-то? Все замерзло. Взял веревочку, вывел ее в салончик. Ну, и ехал. Всю обратную дорогу ехал. Рукой дергался трос газа. Ручное управление. Нормально. Какая дозировка-то была? Ну, что поделаешь. А куда денешься? Надо ехать. А вообще машина с задранным капотом на дорогах Индии, это насколько частое явление? Нечастое. Нечастое. То есть, в целом, можно даже сделать вывод, что, видимо, либо они умирают где-то молча под забором, либо они не ломаются. Они, скорее всего, не ломаются просто. Так, вот я вам говорю, что, ну, около сервиса очереди нет. То есть, мы ездили на двух автобусах достаточно продолжительное время, и ни на какие сервисы мы не заезжали. Может быть, качество запчастей, может быть, просто качество самого изделия позволяет говорить о том, что, ну, не ломается. Или ломается, но редко. Ну, и, как бы, ну, не знаю, в чем тут дело. Климат стабильный. Ну, как вам сказать стабильный. Снег падает? Снег не падает. Сезон дождей. Что удивляет. Мокро бывает? Мокро бывает. Ни одной ржавой машины нету. Высохло? Высохло. Все покрашено, все помазано. Все, ну, просто душа радуется. Старые грузовики, это просто конфетка. Он весь украшен. Он весь раскрашен. Он весь, ну, не ржавчины, не вмятины. Ну, ничего нету. А вот на остальных машинах потока такой же уход чувствуется? Ну, есть помятые машины среди легковых. Вот. Но не так, знаете, крайне редко и не так кардинально, как это бывает у нас, там, полморды снесло, там, ну, фонарик где-нибудь сбили, ну, зеркальце сбили, там. Но в целом качество и вот облик автопарка, он, свидетельствует об уходе. Ну, положительных, да. То есть, видно, что люди любят автомобили. Любят и ухаживают. Любят, ухаживают. Перерыв на новости. Андрей Паншин, 5000 километров по Индии. Продолжаем кататься. Давайте продолжим. Вообще, вот такое присутствие в потоке скорой помощи, спецтранспорта, пожарки, оно как-то есть или его нет? Вот у нас скорая помощь, например, с утра до ночи тебя пытается подвинуть по дороге. Нет, вы знаете, не встречались ни с пожарной, ни со скорой помощью. Ну, разве что полиция. Это самое большее, что полиция, то она не с мигалками едет. Полиция военная. Военные едут колонной очень медленно и никого никуда, ничего не задерживают. Полиция проскочит без мигалки им до фонаря, все эти дела. А скорой пожар мы вообще не видели. В некоторых странах принято лечиться самостоятельно, не прибегая к официальной медицине. Ну, вы знаете, на медицину в Индии хвалят. Говорят, что многие туда едут. Правда, в южные штаты поправить свою здоровье, подлечиться. Поближе к Дели? Нет, Дели как раз на севере. Дели на севере. В южные штаты туда Карнатока, вот где Бангалор, там Тамил-Наду, там какие-то аюрведические дела, вот туда едут подлечиться. Ну, а в Дели, наверное, традиционная медицина, наверное, тоже неплохо. Вот, слава богу, никто не заболел за эту поездку. Таблетки делает полмира в Индии с легкой руки. Да, вы знаете, у них очень недорогие лекарства. Вот с чем мы столкнулись? С тем, что лекарства и все, что около здоровья, может быть, это пользуется дотацией государства, а может быть, просто по жизни оно недорогое. Оно все очень недорого стоит, оно стоит копейки. А что в Индии дорого? Ой. Вот из того, что удалось постичь. Постичь? Дорого? Ну, тоже трудно сказать. Вот самый дорогой из музеев, из музейных комплексов, это Тадж-Махал. И то на наши деньги это 500 рублей европейца. Билет. Билет. Ну, Тадж-Махал-то посмотреть, оно того стоит. Ну, интересно, да. Ну, когда тебе говорят, там, 900 рупий, сразу, о, 900 рупий. А когда думаешь, ну, это же 500 рублей, в общем-то. Не так печально. Не так уж печально. Но в целом нет вот таких очагов, когда четко можно сказать, что вот это дорого и в большинстве своим людям не по карману, а вот это дешевое, и оно есть у всех. Ой, трудно сказать. Ну, украшение из золота с бриллиантами, конечно, дорого. Но если тебе это дорого, ну, поищи в другом месте, будет дешевле. Найдешь то же самое. Да, ну, когда я приценился к автобусу, на котором мы ездили, и спросил, сколько вот такой автобус стоит в Индии? Ну, который побольше. Мы сказали, ну, что там, господи? Ну, 10 тысяч долларов. Я говорю, новый, что ли? Ну, да. Какая удивительная протекционистская политика. Я говорю, как бы мне вот у вас тут его купить, только не знаю, как переправить. Я говорю, ну, и вот еще руль там справа. Ой, руль мы сделаем куда надо. Нет вопросов. Мы только заказываем левый руль, зеркала, педали. Все будет. И ротанта-то будет счастлив. Да. И вот, я говорю, ну, переправить не могу. А так я бы за 10 тысяч долларов автобус. Да с удовольствием. С тремя кондиционерами, без единой печки. Ну, а печки мы поставим, господи. На сэкономленные средства. В конце концов, в костерок разведем. Конечно. А нет ли там такого удивительного вида топлива, как, например, газовое? Ну, я ни разу не встречал. Ни разу не встречал. Я вообще удивился, когда посмотрел, Индия вообще, добывает ли нефть. Ну, немножко добывает. Не все, правда. Там порядка 70% нефти они добывают сами, где-то в районе Бомбея. А остальное покупают. Но, тем не менее, видите, у них топливо-то недорогое. А газу не видел ни разу. На заправках. Ну, у них газовые баллоны, это вот приготовление пищи. Как у нас швурма, так у них этот газовый баллончик, он используется везде, где нужно что-нибудь погреть быстро. Ну, в том числе и дрова, правда. Ну, дрова, да, тем более вдали от больших городов. Дровишки вдали от больших городов. Запах Индии это всегда отчетливо. В том числе запах дров. Запах дров, кизяка. Тоже ведь топливо. Ой, обалденное топливо. Причем эти кизяки, они вот как раз зима, сухое время, они его заготавливают и складывают такими круглыми, как у нас поленицами, они такие лепешки лепят. Ну, наверное, сантиметров 35-40 диаметром. Лепят лепешки, формуют каким-то образом и складывают у дороги, они лежат сохнуты. Ну, и, видимо, на продажу. Ну, и вот, как только выходишь в Дели, в аэропорту, на улицу, понюхал воздух, и Индия. Не ошибешься. А есть в «Идийском потоке» на улице пижоны, которые автомобилисты, упивающиеся либо качеством машины, либо особенностью машины. Там, где машина, это не просто сел, доехал, а вот что-то такое, что хочется предъявить, показать, сорвать аплодисменты. Честно, я бы не сказал, что такое встречается. Ну, даже не знаю, крупных таких машин статусных, их вообще просто нет. Даже в Дели крупных статусных машин крайне мало. Одна на сотню, там, может быть, какая-нибудь Toyota Land Cruiser промелькнет, но это и то крайне редко. Может быть, не на сотню, даже на тысячу. То есть статусность автомобиля не играет большой роли. И, то есть, показать себя, они не показывают себя. Автомобилям не пытаются продемонстрировать всем, что я главнее, я богаче, я круче. Вот что удивило, что удивило, вот вы меня спросили насчет того, дорого, дешево, что удивило. В Джайпуре заходим в достаточно крупный магазин, ювелирный. И разговариваем с хозяином. Ну, во-первых, все продавцы мужчины. С продавцами спрашиваем, а у вас охрана-то где? Говорят, зачем нам охрана? У нас вот три видеокамеры висят, и все. Никакой охраны нет. Мы говорим, да как? Ювелирный магазин, открытые витрины, тут золото, бриллианты. У нас не бывает такого, что... Мы говорим, а грабеж? Да нет, ну что вы, этого нет. Странные люди. У нас же три видеокамеры, ну кто к нам придет? Придут к тем, у кого не одной? Или вообще не придут даже к тем, у кого не одной? Тем, у кого не одной, видимо, тоже не больно заглядывать. То есть вот так, чтобы у нас... А у нас ювелирный магазин, в другой раз заходишь, да боже упаси, там сидит охранник, да еще кнопочкой дверь тебя откроет, после тебя закроет, чтобы ты, не дай бог, не выскочил. Вот это удивляет. А статусных машин нет, этого нет. Ну, сказать, что богатая живет в стране, не скажешь. Живут все небогатые, по-разному, по-разному. Не небогатые, а по-разному. Есть люди побогаче, есть люди победнее. Они активно пользуются своими тук-туками, то есть не напрягают себя, хочу везде и на своей машине. Но тук-туков много, этих таратаек. Ну, и они более маневренные, везде едут, везде проскочат, везде запаркуются, как надо. То есть вот это, это присутствует. Шныристость такая. А вот упомянутые в разговоре старинные автомобили вдали от цивилизации. Да, в Читаргархе, недорассказал историю, новости помешали. Так вот, там хозяин гостиницы, он, видимо, большой любитель антиквариата, и этот автопарк, он не просто стоит, как выставка во дворе гостиницы, он используется для того, чтобы доставить туристов, которые в гостинице останавливаются, в крепость Читаргарха, в Читаргарх-форт. Туда узкая дорожка ведет, путлявая, и, конечно, ни на каком автобусе, там речи нету проехать, даже на микроавтобусе. Туда везут только на легковых машинах, либо там на лошади, на верболюде, на слоне, на чем угодно. Вот, и вот нас туда повезли на Форде 49-го года выпуска. Жестяночка там. Жестяночка, без верха. Причем он, вот, нас 9 человек, плюс гид, плюс водитель. Это сколько, 9, 11 человек мы сели легко. В легковой Форд? Ну, он не легковой, это F-100, вот, наверное, предшественник F-100. Причем сзади у него к багажнику была приварена полочка такая еще на три сиденья. То есть там еще грузоподъемность увеличена хорошо. Пассажировместимость. Пассажировместимость, да. Вот, ну и все, сели, поехали с ветерком только. Руль слева? Естественно. То есть как полагается? Да, конечно. Нет, почему слева? Руль справа. Руль справа. То есть по местному, то есть нормальная адаптация местной машины? У них нет других машин, там нету никаких наших леворульных, только праворульных. Либо все переделано. Так я не знаю, как там можно ездить по-другому. Там просто, наверное. У меня был соблазн, господи, в следующий раз в Индию поеду, сам за руль сяду. А потом не, не, не смогу. Да ужас просто. Еще на трассе можно было бы, а в городе, конечно, невозможно. А на круговой развязке? Ой, что вы, что вы. Там вообще непонятно, как они, по какому принципу, куда, чего, кто кого пропускает. Помеха справа, помеха слева. Это нереально. Не, не с нашими мозгами. Не с нашими мозгами. Так вот, там я встретил вот такой Ford предшественника F-100 в очень неплохом состоянии по кузову. И движок у него, видимо, тоже хороший, потому что он легко в горку взлез. А потом УАЗик стоял, 469-й. Или 69-й? Ой, 69-й. 69-й. Остромордый. Это уж я по инерции. Потому что для нас УАЗик все-таки 469-й. 69-й УАЗик. Несколько амбассадоров. По-моему, Тойота стояла тоже без верх. Но вот видео обработаю. Не обрабатывал еще видео по этой поездке. Посмотрю повнимательнее, что там стояло. Ну, парк, наверное, машин 10. А Тойота какого года? Не спросили. Ну, а ретировочная? Ну, в районе 60-х годов все. Вот это все в район 60-х, ну, даже до 70-го года, наверное, все. Все вид, то есть, по, так сказать, по виду машин можно сказать, что это не современные машины. Ну, вообще-то 70-е годы-то незаметные. Но Форд нам, когда мы сели, спрашиваем, а какого года машина-то? Да, 49-го. Красота. А бензиновый, кстати, моторчик у нее явно не дизель тогда. Да, наверное, потому что он так более приемисто нас вез так вот. То есть, газку поддаст и сразу чувствует, что вперед пошел. Не как дизелек. Дизелек подольше разгоняется. Ну, и, конечно, нетурбированный, что там. Все ясно. Вот, вот такая была встреча. Ну, потом, что еще на дорогах? Вот присутствие на дороге животных, велосипедистов и двухколесной техники, конечно, оно расслаивает все это. Ну, животные ясно по обочине, не ближе к центру. Потом велосипедисты, потом идут все двухколесные с моторчиком, ну, потом уже пошли автомобили. А такая китайская штуковина, как электроскутер, там не принято? Ой, не, не видел ни разу. Нет, там вся мототехника, она вся на бензине. Воняет, правда. Вот, когда вечером публика едет с работы, улочки узенькие, там тысячи этих мотоциклов, мотороллеров, то Гарри, конечно, много чаду этого мотоциклетного. Но проехали, все, тут все проветрилось. Никакой электро, нет, что вы. Ну, просто иногда, а китайские машины вообще приходят туда? Да нету там ничего китайского, только индийское все. Только индийское. Зачем им какие-то китайцы? У них своего все есть. У них вообще антагонизм с этой страной, поэтому... Да, они недолюбливают определенно. Максимум, что они оттуда пустят, наверное, китайские, это айфон. Не знаю. Вообще, китайские товары, как таковые, встречаются у них на рынке, вот на таком, на городском рынке. Ну, индийцы, они сами мастера делают то же самое. Айфоны, наверное, да. Но машин, боже упаси, нет, этого добра нет. Никаких китайских. Ну, им своего хватает, зачем мы еще китайские? А верховые всадники? Полно. Нормально, по-человечески, седло, сброя и поехал. Да, да. То есть поседлал и поехал. Вот в Читаргархе я пока стоял, снимал эти старые автомобили, прискакал ковбой в шляпе, ну и индус, конечно, индийца. Пригласил подняться, сесть на лошадь и проехать с ним. Красота какая, обычный транспорт. Андрей Паршин, 5000 километров по Индии. Спасибо.